Еще одна важная тема, Савик, за которой мы следим уже, наверное, сколько? Месяца полтора, как США не могут проголосовать за помощь Украине. То есть вот этот пакет большой помощи, 60 с чем-то миллиардов долларов, он до сих пор в подвешенном состоянии. В США сейчас на этой неделе пошли разговоры, такие активные разговоры о том, что а если не получится проголосовать, план Б какой? Вот вспомнили про то, что есть 300 миллиардов долларов активов российских на территории США, замороженных, которые тогда можно передать Украине, то есть по большому счету. Но я так понимаю, что в ответ на эту идею очень много появилось, в том числе из других стран, людей, которые стали говорить, а как же там всякие права, применения, а как же суды, а как же юридическая составляющая, там право собственности неприкосновенное. А вот тогда из Америки, мол, уйдут тоже какие-то других стран бизнесы, потому что уже будет небезопасно, раз такое политическое решение. Ну то есть на самом деле, если есть мировая справедливость, высшая справедливость, то мы понимаем, что все, что заморожено российских активов, оно, конечно, должно быть отправлено немедленно на борьбу с российской агрессией. Но, Савик, вообще, вот вы же следите за ситуацией, вы следите за публикациями. Вообще, вот по-вашему, что там происходит сейчас в американском истемблишменте по вопросу Украины и куда в итоге мы придем? Я думаю, что, ну, думаю, я немножко знаю, что, в принципе, большинство Конгресса за то, чтобы выделить Украину военную помощь. Да, военную помощь, да. То есть там, что касается финансовой помощи, там, конечно, есть большие разногласия, потому что Украина не выполняет вообще никаких взятых на себя обязательств о борьбе с коррупцией. Государственная коррупция, подчеркиваю, да. И это, конечно, немножко тормозит весь процесс. Но с точки зрения военной помощи, там, по-моему, абсолютное большинство Конгресса за то, чтобы ее предоставить. Что касается российского долга. Вы понимаете, это очень-очень тонкая тема. Я даже не готов, вот мне надо, чтобы серьезно говорить, надо подготовиться. Потому что я много статей читал на эту тему, в том числе, там, скажем, и американских бывших министров финансов, типа Ларри Саммерса и так далее. Ну, понимаете, вот надо посмотреть, как это долго структура этого депозита. Вот как она, да, вот что это такое, да. Там ведь ты, ты, ты же, то есть Россия же все же, наверное, на этом как-то зарабатывает. Значит, что-то она, наверное, продает, да, что-то она, ну, вот какой-то оборот там есть, да, и кому это все принадлежит, да. То есть тут надо вот, надо, надо, надо вот это понять. Я реально, я не понимаю до конца всю вот структуру этого пакета в 300 с лишним миллиардов. Поэтому ничего сегодня сказать не могу, я знаю, что разговоры такие ведутся и на очень высоком уровне. Особенно они интенсифицировались после того, как затормозился Конгресс и затормозился Сенат, да, и все отложено на январь. И тут вот как раз активизировалась эта тема о том, что надо тогда. То есть, грубо говоря, это выглядит немножко так, по-пацански, да, но если мы не можем это сделать, то давайте у них это возьмем и отдадим Украине. Ну, это такое. Ну, я реально, если есть желание, я лучше к этому подготовлюсь, потому что там надо посмотреть на всю эту, на всю вот эту структуру этих денег, да, вот как они структурированы. Потому что, конечно же, если ты берешь деньги, которые принадлежат другому государству и собираешь у него и отдаешь даже жертве, да, даже жертве в этом случае Украине, то, конечно, ты не соблюдаешь право собственности, да. И, ну, тут нету никакого сомнения. Я думаю, что в этом будет вот, вот тут и будет полемика. Вот тут она и будет, да. Не могу не зачитать сообщение, которое нам пришло. Пишет Лев Эпштейн. Рихабот, Израиль, 90 лет. Хочу дождаться вашей передачи после победного окончания вашей и нашей войны. Да, следите за ситуацией в Израиле. Я, конечно, 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 но не знаю, Лесина передача, вы ее точно дождетесь при уже свободной Украине. Что касается моей, то я как-то немножко уже сомневаюсь, да, потому что все же я думаю, что я говорю на, то есть, ну, пусть это даже мой неродной язык, но не имеет значения, я говорю на вражеском языке, и, в общем-то, я думаю, что этот язык в Украине долго-долго-долго не будет приемлем. Я вот так думаю. Сейчас самое время подтянуть украинский, тем более, что у вас базово он есть. Да, нет, конечно, я его понимаю, он есть, я бы хотел говорить как Слава Вакарчук, да, но у меня это не получается, что я могу с этим сделать, да, ну, это такое дело. Ну, ладно, давайте посмотрим сейчас. Берете онлайн учителя с украинской мовы и вперед как раз подтягиваете, подтягиваете украинский, и как раз к победе прекрасно вылудеете украинскую мову. А я за это время как раз английский подтяну. У всех языковые задачи сейчас стоят. Хорошо, идем дальше, друзья. Идем дальше. По украинским темам. Значит, сегодняшняя новость. Очень, очень резонансно, очень долго, Саяк, вы помните, еще до большой войны обсуждался закон о медицинском каннабисе в Украине. Сегодня принятие такого закона в Украине, ну, особенно важно, учитывая количество людей, которым он потребуется, с точки зрения медицинской, я подчеркиваю. Вот проголосовали. Победа. На этой неделе, по-моему, голосование, да, состоялось? Да, 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 да. Ну, победа тоже такая первая. А сегодня пришла новость о том, что фракция Батькивщина Юлии Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Разблокировать документ смогут примерно в середине января следующего года. Ну, окей, ну, сам закон, да, вот сам законопроект, который был проголосован, он тоже очень противоречив. Там во второй статье одно, в 24-ку другое, там вообще не поймешь. Я не знаю, сколько там авторов, они вообще как-то гармонизировали этот текст. Он очень противоречив, этот закон. Я думаю, что его надо прописать гораздо более тщательно. А то, что применение медицинской марихуаны для очень многих ребят и девушек, которые прошли через войну и получили ранения, и которые, в общем-то, да, не заживают так быстро, как хотелось бы, то, конечно, для них это огромная помощь. Это для них огромная помощь. Я помню, как у нас, вот у нас как-то в программе выступала Енина Соколова, и она как раз тоже пережила непростую болезнь, да, и боли были существенные. И вот она как раз говорила о том, что легализовать медицинскую марихуану – это надо. И правда это надо, потому что, ну, во всех европейских странах это легализовано. Ну, чего тут, что, ну, что, 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 что это, это же не наркомания. Мы же не говорим о легализации героина. Мы же не говорим там о каких-то там, не знаю, экстази, да, мы же не говорим об этом. Мы говорим о медицинской марихуане. То есть это ничего страшного. Я надеюсь, ну, почему фракция Юлия Тимошенко против этого? Ну, я не знаю, может быть, им не нравится текст законопроекта, может, они видят в нем противоречия, может быть, они вообще против этого. Ну, так они против этого, ладно, но большинство Верховной Рады же может это принять. Вот я считаю, что этот закон надо принимать. Его просто надо очень правильно прописать. Очень-очень правильно прописать. Вот мне так кажется, что специалистов и экспертов Верховной Рады очень сильно не хватает для того, чтобы грамотно взять такой закон. Но так как это уже существует в других странах, то можно взять просто законы других стран и просто вот скомпоновать украинские. То есть, ну, это довести до украинского уровня. Но я считаю, что это надо делать. Это надо делать реально, потому что это помогает. Это помогает людям спать, это помогает людям успокоиться, это помогает людям, ну, даже если не лишиться полностью боли, то, по крайней мере, ее притупить. Это не антибиотик, который наносит вред, и вам надо пить пробиотик, чтобы этот вред каким-то образом нейтрализовать. Это совсем другое. Это вообще не наносит никакого вреда и не влечет за собой никакой зависимости. Это просто средство против боли. Вот и все. А если мы будем говорить о всяких анальгезиках, то они вреднее гораздо. Вот гораздо вреднее, чем медицинская марихула. Поэтому я тут вообще, я просто, у меня позиция однозначная. Совершенно. Вы знаете, вы сейчас говорите, я вспоминаю интервью, которое вот буквально недавно на улицах Киева записал Дмитрий Гордон с доктором Комаровским, и получилась, ну, очень душевная такая беседа. Я говорила уже, там, кто видел, молодцы, а кто не видел, после программы, опять же, можете после нашего стрима пойти посмотреть, там уже больше миллиона просмотров. Там и смех, и озы, и все, что, и шутки, и вот, и трагичное. И так, ну вот, она такая, она прямо, ты как на волнах вместе с доктором Комаровским, с Димой вот плывешь. И вот один из моментов, который меня очень сильно тронул там, это когда Дима спросил у доктора Комаровского, а как вы хотите уйти? И он сказал, я знаю как, а я уже себе даже представлял это много раз. На рассвете Днепр, такая как бы дымка, лодка, утренняя рыбалка такая рассветная. И он говорит, у него мама ушла от рака, у него в семье еще были люди, которые ушли от рака. И он сказал, он говорит, как доктор, я понимаю, что... То есть он считает, что такой исход вероятен и у него в будущем. И он говорит, вот на рассвете в лодке с бычком медицинской марихуаны в зубах. Потому что он говорит, я знаю, что такое эти боли. Что такое вот, когда люди так страдают и мучаются. И он это видел на примере своей мамы и своих самых близких родственников. Поэтому, друзья, кто пишет в комментариях, я сейчас вижу там так, что это разрешить принимать героин? Нет, не о героине речь абсолютно. Да и не анашает. Это все вот это, вот все эти клише. Совершенно. Будто мир остановился где-то там, я не знаю, в 50-х. Мир нет. Мы живем в другом веке. И совсем иначе готовится этот препарат. Ладно, я не буду, потому что это бессмысленно. Если хотите считать это анашой, считайте это анашой. Я и в анаше, если уже там то пошло, если, скажем, человеку с травмой, который пришел с войны, и анаша ему помогает преодолеть боль, то я бы ему это позволил. Вот я бы ему это позволил лично. Даже если вы хотите говорить про анашу. А мы говорим про медицинскую марихуану. И она совсем иначе готовится и совсем иначе препарируется. Поэтому, да. И, кстати, в Украине, между прочим, в Украине, может быть, наверное, это легче сделать, чем в любой другой стране бывшего Советского Союза или соцлагеря, потому что еще при Сталине в Украине был создан институт конопли. Где там разные сорта, где там, в общем, изучаются, в общем, целая ботаника. Поэтому в Украине это было бы возможно достаточно быстро и безболезненно, и недорого, кстати. Еще одна важная тема, которая сейчас очень активно обсуждается, а именно, я вот сразу несколько заявлений вам процитирую, Саек. Значит, депутат Бундестага Родерих Кизиветтер, это ХДС, сказал Шпигель, что в Германии живут около 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в оборонительной борьбе. Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям. Он поддержал идею, этот депутат, лишать таких украинцев выплаты, не предоставлять им убежище. Цитата. Конечно, эти украинцы смогут затем пытаться подать заявление на убежище, но у нас нет обязательств автоматически предоставлять им убежище. Германия также могла бы, например, приостановить выплату пособий для этой группы. Ранее в правительстве ФРГ говорили о том, что не будут депортировать украинцев для службы в вооруженных силах Украины. В офисе президента прокомментировали идею лишать украинских мужчин за границей пособий и вида на жительство, чтобы они возвращались в Украину воевать. В частности, Михаил Подоляк сказал, цитирую, «Имеем право всех уравнять, они должны быть равными, однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и так далее. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи пока что», заявил Михаил Подоляк. Дальше. И вот еще, прямо перед нашим эфиром, член комитета по обороне Ивченко, нардеп, сказал, что мобилизация мужчин за границей по теме мобилизации мужчин за границей законопроект по этой теме появится уже в январе. Они должны будут проходить такую же идентификацию, как и мужчины в Украине, а после успешной проверки будут получать повестки. Надо сказать, что это не первый разговор уже по поводу тех украинцев, мужчин, которые сегодня находятся за границей. И вот сейчас, перед Новым годом, мы такие видим заявления. Саев, как вы считаете? Трудный вопрос. Ну, знаете, на пресс-конференции президента, ну, президент об этом говорил так, сяк, в общем, да. То есть вообще сама пресс-конференция, с моей точки зрения, была неудачной, потому что она никакой энергии вообще не дала. Да, это очень сложный вопрос. Вот я вам даже расскажу историю простую, да. Вот, скажем, я приехал учиться в Монреаль, в университет Мигил, это англоязычный университет, он один из десяти лучших там в Северной Америке, да. И была большая колония американцев, которые отказались воевать во Вьетнаме. Они как бы уклонисты, это драфт-доджерс, да, это не дезертиры, а дезертиры – это кто-то, кто убегает с поля боя. Они драфт-доджерс, да. И Канада… Ну, ты не дошел до конца, просто они хотят, да. Да, просто нет, все, да, все, нет. Я нафиг повестка, я поехал в Канаду. И Канада приняла закон, Канада приняла закон, который полностью защищала их права. Вот, да, вот никто из американцев не мог до них добраться, что-то там им вручить, или каким-то образом заставить их вернуться в Соединенные Штаты Америки. Это вот было во время Вьетнамской войны, и я свидетель этого просто. Потому что, тем более, что я дружил с очень многими американцами, да, ну, в общем, по разным политическим, в общем-то, темам мы много разговаривали, в том числе и об этом. Что касается Европы, Германии, там, или других стран, скажем, той же Литвы, Польши, где находится большое количество украинских мужчин, ну, это, конечно же, во-первых, зависит от них лично, вот от них лично, да, вот, вот, скажем, вот, я вам приведу пример, да, вот, я даже не знаю, имею ли я право его привести, ну, ладно, пусть будет так. Вот у меня семейный врач, скажем, да, вот, Лилия Чуб, да, она выступала у нас в программе не раз во время ковида в Киеве. Значит, вот ее сын, да, он говорит, я хочу в армию, потому что как я буду смотреть потом людям в глаза. Вот все, да, вот, вот все, и все, и никакие другие разговоры не работают. Я думаю, что если я бы был в этом, я так думаю, знаете, это же, да, мне же не 18, да, то есть я думаю, что я бы подумал примерно так же. Да, что я вот, ну, ну, как, как, вот, 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 вот страна на грани, там, на грани, может быть, даже и гибели, да, и я вообще к этому не приложу руку, да, то есть не буду защищать, да. То есть это одна сторона дела, это вот личное, личное, да. Я слышал много объяснений с украинских сторон, с украинских, с украинской стороны, там, политиков, которые говорят, вот, весь 23 год говорили, что вот мы сейчас будем пить кофе в Ялте, то, что мы там будем, там, ну, не парад Севастополя, это Гелетей говорил еще при Порошенко, да, но что-то в этом родит, что все там, да, все закончится в 23 году. И люди расслабились, и люди решили, что все будет хорошо, и никто даже не думает о том, что наступят сложные времена. Ну, как вам сказать, сейчас зависит, а, от людей, украинцев, это самое главное, это чувство долга, духа и так далее. Это зависит от украинского государства, то есть насколько государство сумеет, да, вот, 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 показать, доказать, продемонстрировать людям, что это необходимо делать, потому что иначе мы погибнем все, да, и потом, конечно, зависит от стран Европы, где эти люди находятся, да, если они дадут Украине возможность реально влучать повестки за рубежом, и если люди не будут появляться в военкоматах, их за это наказывать, или, как вот немецкий депутат говорит, вообще лишать их пособий и вида на жительство, но это вот уже другой фактор, это третий фактор, да. Я вот, 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 мне кажется, что самое, конечно, самое, самое, то есть что отличает сегодня украинскую армию и вообще украинских бойцов от российских, да, это, это сила духа, в том смысле, что ты на своей родной земле, да, и ты защищаешь свою родную землю, и это было бы, конечно, самым сильным, вот, это было бы самым сильным движением, если бы, вот, ну, молодые люди поняли, что надо родину защищать. С другой стороны, есть проблема армии, которая немножко без, она, она, она неразборчива, да, понимаете, тут вот, вот президент говорит, да, там, что там на одного воюющего шесть, там, налогоплательщиков, да, или шесть человек. Ну, правильно, на одного воюющего шесть, пять-шесть человек, да, так, в тылу, если сказать. Есть тыловые профессии, есть технологические профессии, есть профессии, ну, немножко поопаснее, это разведка, скажем, или, да, но людей надо правильно готовить и правильно распределять, да, и правильные сроки устанавливать, что если человек пошел добровольцем, он не пошел навсегда, а он пошел на определенный срок, да, потому что сидеть на передовой два года, это не, это уже, это реально невыносимо.